Сейчас все больше людей испытывают депрессии и панические атаки. Потому что события минувших четырех лет поставили нас неоднократно в положение, о котором мы даже представить не могли. Мир меняется, знания о том, как устроен мир, становятся шире, больше, глубже и многомернее. Мы чувствуем много больше, чем можем идентифицировать на уровне привычных нам критерий. Как выстроить эти границы и обрести свободу, если, допустим, ты с детства был под жестким контролем? Это терапия, которая работает сразу на всех уровнях. Задача одна — узнать, кто ты, и чувствовать себя здесь и сейчас на верном своем месте. Я не поняла, как это работает, но это очень интересно. И вот как вообще? Можете объяснить, как это работает? Его бессознательное говорит «там убивают, не ходи туда». Я работаю с человеком во всех сферах его проявления. Сейчас все больше людей испытывают депрессии и панические атаки. Ищут ответы на свои вопросы у астрологов, тарологов, погружаются в различные практики, идут в терапию и расстановки. Это проект WellPeople, и в этом выпуске мы попробуем разобраться многообразие психических методов. Попробуем узнать, что действительно работает и что действительно нужно именно вам. Сегодня у нас в гостях системный семейный терапевт, расстановщик, психосоматолог и регрессионный терапевт Мария Чумак. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Рада вам. Я тоже рада вас видеть. Вы в профессии уже 12 лет. Расскажите, с чего начался ваш путь? Традиционно, достаточно традиционно, мой путь начался с клиентской позиции. В какой-то момент я обратилась за помощью, и помощь оказалась очень эффективной. Для меня открылся новый мир, и постепенно он увлекал меня все больше и больше. И достаточно быстро я перешла в профессиональное обучение и полностью поменяла сферу деятельности. Ну, а какой основной метод в вашей работе? Все же это системная терапия, расстановки, и все больше места в моей работе занимает трансперсональная регрессионная терапия. Вот этот синтез я назову ведущим, но при этом, конечно же, я использую весь объем, весь багаж знаний, который за годы обучения и практики был наработан. И, по большому счету, то, что я делаю сейчас, иначе как интегративный подход назвать, наверное, уже сложно. Ну вот, хотелось бы подробнее остановиться на расстановках. Сейчас все чаще мы слышим этот термин, и я сама даже была один раз, и я не поняла, как это работает, но это очень интересно. И вот как вообще? Можете объяснить, как это работает? Есть такое понятие, как поле коллективного бессознательного. Кроме того, человеком многомерное существо, у нас есть физическое тело, и, кроме того, у нас есть история. Мы состоим из многомерной структуры, представленной семью тонкими телами, если уж говорить целиком. И поэтому тот формат восприятия реальности, на который мы настроены, он много больше, чем просто то, что я вижу, то, что слышу, то, что чувствую, то, что руками могу потрогать. Наверняка вы сталкивались с таким опытом в своей жизни, когда вы первый раз видите человека, но что-то внутри вам говорит, либо иди ближе, и тебе здесь будет хорошо, либо держись подальше. То есть как будто какой-то внутренний импульс вам дает информацию о том, как будет дальше развиваться ваша история. Здесь как раз мы прикасаемся к тому, что мы чувствуем много больше, чем можем идентифицировать на уровне привычных нам критериев. Звук, визуал, то, что мы видим, речь и какие-то непосредственно прямые проявления действий. Вот на этом же основании основано полевое восприятие. То есть у нас есть тонкая чувствительность, которой мы связаны все со всеми. Это то, что физики называют квантовой запутанностью. Вот в этом поле есть вся информация обо всем. Кроме того, наше тело – это генетическая память минимум на семь поколений назад. И даже если мы никогда не видели своих родственников, это не обязательно прямые бабушки, дедушки и так далее. Это более расширенный круг родовой системы. Мы про них знаем на уровне крови, на уровне информационного поля. И в расстановочной практике доверие расстановщика, доверие клиента, который пришел за помощью, создают полевое пространство, в котором то, что давно просится ко вниманию, получает как раз этот доступ, получает внимание. И стремится раскрыться для того, чтобы человек нашел ответы на вопросы, с которыми пришел. Это всегда очень тонкий, очень красивый процесс на самом деле. Да, это очень интересно, и это действительно работает. Это действительно работает. Это действительно работает. То есть ты находишь ответ на свой вопрос, на свой запрос, почему у меня в жизни так. И ты понимаешь, так вот же ответ. Вот он был. Это очень интересно. Ну, хотелось бы поговорить вот как раз-таки о такой проблеме, которая сейчас очень массовая. Это панические атаки и депрессии. Как вы думаете, с чем связано такое количество таких симптомов? И как вообще человеку понять, что ему нужно обратиться к специалисту? Начнем давайте с того, что такое панические атаки. Панические атаки – это состояние аффективной, неконтролируемой тревоги. И здесь есть несколько слоев. Есть абсолютно линейный слой, когда наш мир меняется с такой скоростью, что мы действительно все меньше можем прогнозировать, что будет завтра, что будет через год. Долгосрочные планы в свете последних четырех лет вызывают большое количество вопросов. Какая жизнь будет через пять лет? Может быть, она изменится настолько, что планы, поставленные сегодня, вообще потеряют актуальность. И вот эта непрогнозируемость будущего, она создает фоновую тревогу и у взрослых людей, и у подростков. Причем панические атаки существенно молодеют. Я работаю и с подростковым возрастом, и я вижу, насколько подросткам, заканчивающим школу, становится труднее выходить в жизнь. Потому что события минувших четырех лет поставили нас неоднократно в положение, о котором мы даже представить не могли. То есть до ковида никто даже представить себе не мог, что могут закрыться границы, и нам запретят выходить из дома, что все перейдет в онлайн-формат. И таких событий за минувшие годы их много. И каждый раз мы сталкиваемся с чем-то таким, что никто даже подумать не мог, а оно случилось. И все это повышает тревожный фон базовый, повышает уровень неопределенности, и тогда завтра становится пугающим. Потому что самый большой страх у человека, их два по большому счету, страх смерти и страх неизвестности. Заходя в темную комнату, мы не знаем, что нас там ждет, пока свет не включим. И вот будущее на сегодняшний день, оно в какой-то степени похоже на темную комнату. Мы не знаем, что будет там. Мы идем и включаем свет, но идем с некоторым чувством тревоги. Что еще очень сильно продуцируют панические атаки? Это состояние свойственно по большей части очень ответственным людям. И степень нагруженности старших школьников очень сильно велика. Соответственно, панические атаки молодеют. Степень неопределенности бизнеса и степень ответственности бизнесмена за его дело, за сотрудников, которые в найме, вообще за существование самого бизнеса в условиях неопределенности будущего становится все выше и выше. И паническими атаками в результате страдают люди совершенно любого возраста, совершенно любого пола. Ну, пожалуй, прям у маленьких детей. Хотя минимальный возраст, с которым мне приходилось сталкиваться, с фактической панической атакой, это 12 лет. То есть это уже прям по всем признакам диагностируемая именно паническая атака, не просто страх. А в верхней границе ее просто нет. Это бизнес, и малый, и средний, и крупный бизнес. Это колоссальная ответственность. Это домохозяйки, которые могут жить в неопределенности завтрашнего дня, либо в гиперответственности, например, за то, что происходит с ребенком в семье. Никаких нет критерий того, кому это состояние, скажем так, свойственно больше, кому меньше. Но да, его становится все больше. Однако оно достаточно эффективно корректируется, и мой опыт – это одна-две сессии. Но как вот понять, что вот у тебя именно панические атаки? Ну, наверное, я просто не сталкивалась. Люди говорят, что мы там точно понимаем, что вот у нас сейчас паническая атака. И как понять, может ли человек сам с ними справиться, либо ему нужно именно обратиться к специалисту? Есть несколько очень ясных характеристик. Во время панической атаки совершенно аффективный страх. То есть он не соотносится с окружающей реальностью. Он может возникать внезапно, и ему действительно нет причин внешних. И даже человек, испытывающий паническую атаку, понимает, что объективных причин для этого страха нет. Он эффективен, он очень высок, в это время может подниматься непреодолимое желание куда-то бежать, или наоборот куда-то спрятаться, забиться, вплоть до того, что физически исчезнуть, забиться куда-то в уголок, спрятаться. То есть это очень такие полярные состояния. Как правило, свойственно очень частое сердцебиение, то есть тахикардия высокой степени. Очень часто холодное потоотделение, прямо волнами может быть. Очень часто сбивается дыхание. И есть состояние, когда атаки переходят в регулярный формат, там в итоге начинает еще и страдать сон. То есть человек может просыпаться многократно, не может уснуть. Очень часто панические атаки пробуждают, то есть человек просыпается уже в таком состоянии. То есть и важный момент, человек, проживающий атаку, он, когда находится за пределами состояния, он понимает, что адекватных причин этому не было. То есть ничего не взрывается, не происходит никаких катаклизмов в этот момент. То есть объективных причин для состояния нет. Оно рождается внутри и просто поглощает человека, начинает им управлять. Важная характеристика, оно эффективно. Помочь себе в состоянии панической атаки можно в какой степени? Есть достаточно много в открытом доступе техник, как регулировать дыхание, как концентрироваться на теле, как заземляться, чувствовать стопы, чувствовать место, на котором сидишь, чувствовать температуру воздуха, который вдыхается-выдыхается. Но когда паническая атака на пике, самостоятельно это сделать достаточно сложно. Кроме того, эти методы, они помогают управлять ею в моменте, но они не решают причину возникновения. Помочь справиться вот здесь и сейчас, если ты уже понял, с чем ты столкнулся, если ты почитал, подготовился, попробовал, можно, можно снизить степень, снизить вот этот вот накал, но самостоятельно полностью убрать панические атаки без помощи вряд ли, потому что причины бывают очень разные. И причины бывают как трансгенерационные, это те как раз форматы, которыми мы занимаемся в расстановочном пространстве, и могут быть очень линейные травмирующие ситуации, которые флэшбэками приходят и начинают возвращаться в виде вот этих тревожных, высоко тревожных состояний. Ну а верно ли выражение, что все болезни от нервов или вот как сейчас говорят, от подавления эмоций? В этом есть суть. Я работаю как психосоматолог в методе новой германской медицины, интегрируя ее еще с большим багажом других методов. Однако ключевое достижение, невероятное открытие доктора Хаммера, автора этого подхода, в том, что он выявил абсолютно физическую, биологическую связь, основанную на эмбриональном развитии ткани, с тем, какие эмоции связаны с какими тканями в нашем организме, соответственно, с какими органами, которые созданы из этих тканей, соответственно. И да, мы видим прямую корреляцию событийного ряда жизни человека, непрожитых, подавленных эмоций и в какой-то момент того или иного недуга, с которым человек встречается. И да, работа с психосоматикой дает очень хорошие результаты, очень ощутимые, твердые результаты, которые можно потрогать руками. Но здесь, разумеется, мы всегда говорим о том, что мы работаем не вместо медицины, а мы работаем вместе с медициной. Просто каждый делает свое дело. И все больше, на самом деле, людей приходит как раз с рекомендацией врачей, когда врачи говорят, медицинскую сторону мы сделали, а дальше нужно разбираться с эмоциям, с психологическими состояниями. То есть вот эта интеграция методов, она становится все более проявленной в жизни, это очень радует. У меня много клиентов приходит по рекомендации врачей. Ну да, бывает же так еще, что человек обследуется, ему говорят, что вы здоровы, у вас мы не можем найти ничего, а у человека все равно там что-то болит. Да, и даже если при обследовании есть абсолютно понятный диагноз, которым занимается медицина, но если человек помогает себе психотерапией, то движение идет быстрее и эффективнее. Это абсолютно доказанные вещи. Почему сейчас вот все чаще возникает информация о регрессии и что это такое, как вы с этим работаете? Мир меняется, знания о том, как устроен мир, становятся шире, больше, глубже и многомирнее. И методы, которые ранее считались закрытыми, запретными, они все больше приходят на уровень доказательной практики и признаются научным подходом, да. Та же астрология уже никого не удивляет. Не нужно доказывать, что это наука, а не какое-то шарлатанское знание. И вот точно так же с трансперсональной регрессионной терапией. Я работаю в голландском подходе ТАССА, который работает не просто как формат кино, посмотреть картинку и посмотреть, а что там было некогда. И здесь опять же такое большое заблуждение существует, что регрессия это обязательно история работы с прошлыми жизнями. Нет, в регрессионном формате мы можем работать с нашим детским опытом, с нашим трансгенерационным опытом, тем, чем занимаются расстановки, только несколько иначе. Регрессионная терапия, вот правильно это звучит все-таки так, не просто регрессия, а регрессионная терапия. Это метод, который позволяет видеть человека во всей его многомерности. И в том числе, да, опыт души. Я открыто говорю во всех своих ресурсах о том, что в моей картине мира есть Бог. И для меня душа первична, и душа имеет большой путь, который проходила. И этот путь не заканчивается смертью и не начинается текущим рождением. И почему это становится все больше открыто? Потому что все больше информации, и все больше люди сталкиваются с тем, что мир больше, чем видно глазами. И для того, чтобы максимально понятно объяснить, как работает трансперсональная регрессионная терапия, можно провести следующую аналогию. Вот есть человек, да, он, его жизненный путь начался с момента беременности. При том, что работая в психосоматике, мы затрагиваем период, так называемая фаза программирования, это 9 месяцев до беременности. То есть малыш еще даже не зачат. А пространство, из которого он будет сотком, уже формируется. Это уже знает его тонкая память. На самом деле это тоже истории, которые абсолютно подтверждаются опытом. Чем хороша системная терапия и методы, которые смотрят на человека больше, чем просто на линейное существо. В какой-то момент в процессе случилась совпала система, ты приходишь к пониманию, что есть множество закономерностей, которые повторяются так часто, что их больше нельзя игнорировать. И в какой-то момент системная терапия и методы трансперсональной терапии приходят, если ты понимаешь, как это устроено, это становится так называемыми шахматами. Ты можешь очень ясно понимать, как будет дальше развиваться динамика событий, если ничего не менять. К сожалению, прогноз случается верным. То есть он не сбывается, он просто реализуется, потому что он выверен на большом количестве повторяющихся историй и уже становится статистически верным. Так вот, есть человек, у которого земной путь начинается с того, что хорошо, пусть он зачат. Случилась физическая проявленность, клетка, которая дальше развивалась уже в зародыше ребенка, и человек живет. Живет до завершения своего земного пути. И у него есть личный бессознательный опыт и личный сознательный опыт. То есть у нас у всех есть периоды в жизни, которые мы не помним, либо потому что мы совсем младенцы, то есть активная память еще длительно не сформировалась, либо мы просто не можем помнить каждый день своей жизни, мы что-то просто забываем. Либо травматическое вытеснение сложных событий, это закрытый опыт. Но при грамотной работе поднять воспоминания любой степени глубины на самом деле совершенно легко. Есть масса методов, которые без гипноза, без погружения в какое-то такое неуправляемое состояние, когда человек ведет кто-то, совершенно не нужно этого. Очень просто поднять воспоминания и перинатального периода, когда ребеночек был в животе у мамы, и младенческого периода, тем более детского и тем более вытесненного травматического опыта. Но вот это как будто бы не вызывает вопросов. Есть то, что мы помним, а есть то, что мы не помним. И вот эта пирамидка называется человек и память его жизни. И если мы принимаем как данность, что душа больше, чем только физическое тело, если мы принимаем тот факт, что существует инкарнационный опыт души, что она воплощается, проживает опыт, заканчивается тот опыт, начинается следующий, так много-много-много раз, мы можем представить точно такую же пирамиду, в которой вот в маленькой пирамидке человек, и опыт его памяти, а в большой пирамидке душа и опыт ее памяти. Есть слой еще выше, есть дух единый, неделимый, но трансперсональная терапия смотрит как раз те опыты души, в которых были какие-то сложные события. И как смотрит линейная травма опыта человека? В психотерапии это называется травматический раскол. И травмированная часть может застрять в месте травмы. И человек живет, а кусочек его энергии, скажем так, его внимания, его памяти застряло в какой-то травматической ситуации. И это называется травматический раскол, травматическое расщепление. И когда это касается жизни физической, ни у кого уже не вызывает вопросов, да, это так. Вот абсолютно тот же самый процесс происходит на уровне души. То есть она, и если на уровне человека мы в основании пирамидки можем представить, как годы жизни, разбитые на годы жизни, и в каких-то есть запомнившиеся события, в каких-то не запомнившиеся. Так вот опыт души мы можем представить точно так же, что вот это нижнее основание, да, опыт памяти, это просто не год, а жизнь. Каждая жизнь как год, потому что, ну, просто период больше, масштаб больше, да, емкость больше. И точно так же, как здесь в травме в человеческой может застревать кусочек внимания, так это назовем, да, точно так же осколок души в трансперсональных практиках это называется так, часть души в шаманизме, это называется осколок души. Мы в разных культурах найдем массу описаний этого просто разными словами. И когда, ну, огромное количество культур и знаний описывает одно и то же разными словами, наверное, это имеет место быть. И вот если были какие-то очень тяжелые опыты, вот в этом опыте души, там точно так же застревает кусочек. И трансперсональная регрессионная терапия направлена на то, чтобы найти этот кусочек и вернуть. Причем он может быть как из действительно прошлых жизней, так может быть из уровня родовой системы, и это абсолютно объяснимо и доступно на уровне генетической памяти и расстановки, как я уже сказала, этим занимаются, так это может быть уровень текущей жизни человека, где мы попадаем в детские истории, в школьные истории, в истории младенческие или перинатальные. Это терапия, которая работает сразу на всех уровнях. И этим она уникальна на самом деле. Ну да, это очень интересно. Насколько глубоко вам удавалось человека погрузиться? Глубоко. До уровня духа, да. До уровня духа, потому что эта связь есть в каждом, мы просто про это забыли. И глубокая работа, которая основана как раз на квадрате доверия, который возникает между терапевтом и клиентом, позволяет идти так глубоко, как на сегодня доступно. И когда человек находится в регулярной терапии, доступность к сокрытым глубинам своей души становится все больше. Но и обретение, которое раскрывается в каждой сессии, обретение контакта с собой, обретение вспоминания кто-то, обретение контакта с духом, со своей изначальностью, оно дает невероятные эмоции на самом деле. И оно очень сильно трансформирует жизнь человека здесь и сейчас. То есть все, что делает психотерапия, она собирает целостность человека для того, чтобы он жил здесь и сейчас. Не для того, чтобы он куда-то улетел, не для того, чтобы он куда-то вознесся. Нет, мы собираем кусочки себя из своих детских болей, из своей лояльности к родовой системе и из какого-то своего большего опыта. Задача одна – узнать, кто ты, и чувствовать себя здесь и сейчас на верном своем месте. Ну вот как раз хотелось бы перейти к еще одному такому достаточно новому веянию – это работа с родом. Для меня это тоже как что-то такое глубинное и что-то такое неизвестное, непонятное, мне кажется, как и для многих людей. И хотелось бы вот про это тоже узнать побольше. Как вообще вот вы работаете с родом? Что это такое? Я не назову это новым веянием. Для меня это как раз хорошо забытое старое, потому что именно внимание к культуре предков оно всегда двигало всеми народами, которые живут на Земле. И непосредственно метод расстановочной терапии ему уже, по большому счету, наверное, более сорока лет. Вот таких, которые видно и которые уже как метод проявлены. А в основе лежат абсолютно традиционные вещи. То есть это базовый шаманизм, базовая работа с почитанием своих предков, которые есть в любой культуре. В православии у нас есть дни родительские, родительские субботы. У язычников, еще у славян, были весенние деды и осенние деды. Это традиции почитания предков. Прекраснейший детский мультфильм «Тайно Коко» показывает традиции Латинской Америки, когда есть большой день предков. И как это важно помнить о том, откуда ты пришел. То есть это не что-то новое, это просто внимание к истории. Внимание к истории своей семьи, своей страны, своего народа. И внимание вообще к истории человечества. То есть расстановки, они об этом. И основа здесь это уважение. Уважение и благодарность. Два движения, которые здесь ставят на места все. У нас может быть очень много сложных периодов в опыте родовой системы. Особенно в каждой стране своей истории. Но я работаю с русскоговорящим населением по всему миру. И история России, она достаточно непростая. И как работает наша психика. Когда наш мозг триедин, есть мозг выживающий, так называемого, лимбический мозг и неокортекс. И глубинный мозг, наш древний мозг, он запоминает из опыта системы и передает дальше по поколениям то, что помогло выжить. И если где-то система семейная сталкивалась с каким-то опасным для выживания опытом, рептильный мозг дальше будет это направление блокировать. Потому что там опасно. Система записала, здесь убивают. И дальше потомков туда не пускают, даже если там уже давно не убивают, даже если все уже сильно поменялось. Система записала, должна быть всегда еда. У нас уже давно нет голода. Но есть семьи, в которых всегда есть запасы. Холодильник переполнен и переполнен избыточно. И когда мы разбираем любую историю, и особенно системной терапии, расстановочной терапии в том, что они абсолютно не имеют никаких ограничений по запросам. Работать можно с любым запросом. Поэтому я как терапевт, собственно, не нишуюсь. Я работаю со здоровьем, с детьми, с деньгами, с бизнесом. Отдельное направление моей деятельности – это бизнес-расстановки. И расстановки легко и свободно заходят в любое пространство запроса. Поэтому совершенно нет необходимости выделять какой-то один спектр. Но они открывают доступ к глубинному бессознательному, который мы можем нести на уровне памяти относительно абсолютно любого вопроса. Где-то был опыт, например, что замужество плохо кончилось, и молодая женщина не может выйти замуж. Где-то был опыт потери детей, большой травмы и сложно прийти к родительству. Где-то был опыт, деньги опасны, человек бьется, создает бизнес, он у него рушится, создает бизнес, он у него рушится, и деньги не приходят. Вариантов очень-очень много. И расстановки дают доступ сюда. И я расстановки все-таки выделяю именно в таком названии. Это расстановочный метод работы – полевая терапия. много новых направлений с другими названиями. Я не особо с ними знакома, потому что не вижу необходимости. Мне кажется, базовое знание достаточно многомерно, устойчиво, изучая его хорошо. И это никакая не эзотерика. Это абсолютно понятная история, которая доказывается, знаете, больше всего, чем. Большое количество примеров того, когда в расстановке я как терапевт вижу какую-то историю, о которой, разумеется, я не знаю. Потому что я не знаю всю историю клиента. Клиент на уровне знаний не знает. Но он приходит домой, и если есть живые, кого можно спросить, спрашивает, была ли такая история, и узнает, была. Откуда мы ее не узнали, поставив фигурки на стол или расставив заместителей в поле. Вот это про то, что расстановки все-таки уже многократно доказаны методы. И это не то, что кажется. Это то, что просится выйти наружу. Пришла пора проявиться и успокоиться. Ну вот сейчас еще очень много говорят о личных границах и внутренней свободе. И как выстроить эти границы и обрести свободу, если, допустим, ты с детства был под жестким контролем, допустим, родителей? Это вопрос внутренней зрелости, это вопрос собственного выбора. Это вопрос... Есть такое понятие выбранная жертва и вынужденная жертва. Вот ребенок, который растет в сложных условиях, он не может выбирать. Он несовершеннолетний, он не может обеспечивать себя сам. То есть он вынужденно живет либо с родителями, либо там не с родителями, но он вынужденно живет в тех условиях, которые выбирает в данный момент не он. И тогда все сложные события, которые происходят в его жизни, это история вынужденной жертвы. Пока он не вырастет, пока он не станет совершеннолетним, пока он не сможет выбирать, где ему жить, где ему работать, кем ему работать, сколько ему зарабатывать, как ему перемещаться. То есть у нас страна, которая не имеет ограничений в перемещении, кроме финансовых. То есть колхозы, когда ты жил без паспорта, давно закончились уже. И далее все события, которые происходят со взрослым человеком, если он выбирает ничего не менять, объясняя это миллионами причин, а тем более тем, что в детстве случилась драматичная история, это уже выбираемая жертва. И, поверьте, достаточно часто приходится в практике сталкиваться с тем, что человек выбирает не менять, даже если он уже посмотрел, даже если понимание, куда двигаться, уже есть. Почему? Потому что это труд. Это труд, это труд души, это осознанное нарабатывание новых привычек, это осознанный выход из пресловутой зоны комфорта, потому что самое такое, знаете, непростой момент здесь, что наша психика выбирает выживательный паттерн, тот, который когда-то сработал. И если ребенок жил в раннем детстве, в очень сложной ситуации, например, там, ну, совсем асоциальная среда, да, и он выжил, мозг принимает формат, а все, что где выжил малыш, мозг принимает как безопасность. И если мама кричала, била, оскорбляла, унижала, ну, это мама, и она кормила, и она давала кровь и одежду, и то же самое папа, да, ребенок получает слепку, вот это безопасность. И тогда далее человек, вырастая, бессознательно выбирает себе партнеров, руководителей, места для работы, где на него кричат, бьют, унижают, оскорбляют, потому что у него в глубинном восприятии реальности записано, вот это называется безопасность, так выживают гарантированно. И снаружи кажется, ну, это же очевидно, надо уходить, там, надо менять работу, да, там, нужно что-то менять в своей жизни. Но внутри человек может жить вот в этих иллюзиях, шорох, да, в которых его внутреннее бессознательное, глубинное, снаружи ему больно, он хочет что-то поменять, но внутреннее бессознательное говорит, это и есть безопасность, именно так выживают. Если ты уйдешь, неизвестно, куда ты придешь, и неизвестно вообще выживешь ты или нет, а здесь ты гарантированно живой. И поэтому вот здесь выбранная жертва переплетается с глубинным бессознательным страхом что-то поменять, потому что по-другому человек не знает. И здесь ничего другого, кроме как идти в неизвестное, ничего другого, кроме как взращивания уже взрослой осознанности, потому что взрослость это не возраст, это целостность, это способность в какие-то моменты посмотреть со стороны на свою жизнь и подумать, да, наверное, я так больше не хочу. И научиться признаваться прежде всего в себе, в себе признаваться в том, что с человеком вот так нельзя. И это и есть то, что постепенно формирует личные границы. когда человек начинает, глядя на других, глядя на другие формы общения, да, даже если он вырос в жесточайших условиях, если он где-то, пусть даже там в кино, в книге, в каких-то там, в каком-то общении начинает узнавать, что есть другие формы контакта и начинает задумываться, почему у меня не так, а я, может быть, хочу вот так, и начинает постепенно двигаться к тому, чтобы осознавать себя по-новому, вот через это формируется та самая пресловутая личная осознанность, в которой мы научаемся постепенно, никто не сказал, что это легко и быстро, но мы постепенно начинаем обращаться с собой, начинаем научаться обращаться с собой и с другими как-то по-новому. Основа личных границ вот в этом. Есть контрсценарий для личных границ, когда когда-то было больно, когда-то меня били, оскорбляли, и я выстроил вокруг себя такой забор, что ко мне больше никто не подойдет. И здесь личные границы очень тонко переходят в исходящую агрессию. То есть защитная позиция становится такая, которая очень ясно сказана, лучше защита это нападение. И мы можем встречаться с откровенным хамством, с откровенной агрессией, с откровенным нарциссизмом. А нарциссизм не что иное, как такая гиперболизированная защита для очень уязвимой детской души. То есть чем выраженнее мы видим «не подходи ко мне, у меня здесь личные границы», тем больше вопрос возникает «что не так там внутри за этим забором?» Потому что здоровые личные границы это прежде всего взаимное уважение, спокойное, спокойное, ровное уважение. Ну то есть выражение «все проблемы из детства» оно глубже, потому что часть проблем из детства, часть проблем из родовой системы, часть проблем из опыта души, а часть проблем вообще не очень верное слово, ну ладно, останемся в нем. А часть истории наработана уже взрослым опытом. Поэтому когда смотрим все вместе, тогда действительно мы можем большие изменения привнести в жизнь. Вы ведете не только индивидуальные семейные сессии, но и групповые трансформационные семинары и корпоративные расстановки. Для чего нужна работа психолога с предпринимателями и с бизнесом? Для чего нужна работа с бизнесом? Потому что деньги никогда не просто деньги. Задача любого бизнеса это прибыль. Собственно говоря, для этого бизнес образуется и действует. И вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели и руководители, они глобально это все равно вопросы, которые встают перед руководителем или предпринимателем как перед человеком. И все нерешенные вопросы в системе семейной, в личном опыте он бессознательно приносит в бизнес, потому что он является создателем этого бизнеса. и работа с руководителем, она великолепно разворачивается в бизнес-структуре на всех уровнях подчиненности этому руководителю, потому что он является тем, кто создал бизнес из ничего. Соответственно, он привнес в него себя, но все видимое и все невидимое. и отдельное прям направление действительно в моей работе это скрытые процессы вашего бизнеса. Почему скрытые? Потому что без внешней помощи их увидеть реально невозможно. И буквально перед нашим интервью у меня проходила работа группы наставничества, которые сейчас сопровождают бизнес-сопровождение и тема расстановок, которые мы делали сегодня, как раз и была «я и деньги». Деньги никогда не деньги. И если в деньгах у предпринимателя есть какой-то заряд, а он есть у подавляющего большинства людей, то деньги могут приходить в меньшем объеме, чем могли бы. Где-то может быть история спасательства, например, и тогда человек сталкивается с тем, что его бизнес-процесс сворачивается к тому, что есть огромный круговорот денег вокруг него, он всем создал услугу, сотрудникам заплатил зарплату, а в итоге остается с не самым большим доходом даже по сравнению со своими сотрудниками, неся при этом колоссальную ответственность, не уходя с работы в 6 часов, будучи порой погруженной в ней 24 на 7, и тогда это тема, которая вызовет вопросы, а для кого бизнес на самом деле, а бизнес служит жизни, или бизнес служит какой-то памяти, бизнес во имя, да, и вот эти вещи, когда мы разносим в разные стороны, да, мы привносим ясность в то, что на самом деле делает человек, то движение в бизнесе становится много больше, свобода становится много больше, и, соответственно, его эффективность становится выше, человек зарабатывает больше, и о бизнесе можно говорить вообще отдельно огромная тема, да, и можно много часов говорить о тех динамиках, которые могут разворачиваться через бизнес невидимых, скрытых, и поэтому я очень рекомендую работу предпринимателям, руководителям, направленную на то, что еще может разворачиваться в вашем бизнесе, особенно, когда достаточный период времени, да, не получается пробить определенные финансовые цели, или какие-то задачи в расширении становятся недоступными, да, или вы многократно сталкиваетесь с тем, что в вашем опыте есть множество крахов, подъемов их и крахов, да, доходит бизнес до определенного уровня, если идет крах, доходит их и крах, и таких событий уже там 3-4 в опыте, надо смотреть, прежде чем затевать новое, посмотрите, что, то есть, бывают истории, которые повторяемые ситуации с партнерством, да, и прежде чем заходить в новое, посмотрите, а что там не так в партнерстве, почему оно раз за разом рушится и приносит какие-то сложности, и тогда бизнес становится намного эффективнее, и гораздо больше удовольствия, радости и энергии жизни приносит. Ну, то есть, вы уже достаточно давно ведете такие группы, есть уже примеры, которые... Бизнес это история, которую прям в групповую работу приносят не очень часто, бизнес больше все-таки разбирается индивидуально, а в группе я работаю именно в сопровождении тематическом, то есть, там могут работать как бизнесмены, так и люди, работающие в найме, у меня есть ряд тематических групп, которые я сопровождаю длительный период. В целом, в групповой терапии я работаю порядка 7 лет, наверное. И чем интересна работа в группе, чем интересна работа в группе, тем, что работает принцип синергии. Запрос, который выносит один человек, а в группе на 10 человек, например, он получает, во-первых, больше внимания со стороны других участников группы. Группа всегда подбирается комплиментарно, то есть, то, что принес в группу один, будет резонанс на другому. И тогда, когда мы работаем про одного человека, другой получает, помимо того, что свое персональное внимание, свои персональные проходы, он еще и себе, как ягоды с куста, собирает все те блага, которые получает от согруппников. И получается вот общий процесс движения, который энергетически более силен. не то, что группа больше сильна, чем индивидуальная терапия, это разные направления просто. В групповой терапии мы получаем одно движение, в индивидуальной терапии мы получаем другую степень глубины, потому что я не могу, например, на группе заниматься два часа плотно всеми тонкостями и нюансами жизни одного человека. Но когда группа слаженно работает несколько месяцев, а я веду длинные группы, то есть минимальная продолжительность это от трех месяцев, от трех месяцев и больше. И за это время проходит человек действительно углубление квадрата доверия себе и согруппникам и расширение видения вообще темы, с которой мы работаем. Ну, а есть какая-то разница с коучингом? Колоссальная разница с коучингом, но прежде я отвечу на вопрос, который вы задали, а я его пропустила, сказали, есть ли какие-то твердые результаты? Да? Конечно. И в группах твердые результаты, и построенный бизнес, и смена деятельности, и переезды, и выход на престижную высокоуплачиваемую работу. В личной терапии твердые результаты, ну, мои самые такие волшебные, чудесные результаты это рождение детей после многих лет невозможности. Бывают истории совершенно фантастические, когда приносятся, например, судебные истории. То есть, казалось бы, где суды и расстановки? Как это, да? Но есть ли какие-то, знаете, такие тяжбы, которые, ну, вот, непонятные, нелепые? Вот головой понятно, что так не должно быть, но какой-то сюр происходит в деле, и происходят события, которые, ну, очевидно, должны происходить другие, а они идут вот не такие. Вот это тоже повод как раз пойти в полевую работу и посмотреть, а что на самом деле происходит в этом судебном разбирательстве, да? И когда мы тему, которая там ищет выходы, на самом деле выводим, буквально следующее судебное разбирательство приходит, ну, заседание суда, да, приходит к решению, да, и перестает тянуться неразрешенным вопросом. Таких примеров у меня тоже достаточно много. Это, знаете, такие самые нетривиальные, а, наверное, поводы обращения к психологу, к психотерапевту, потому что, ну, как будто бы даже в голову не приходят по этому поводу, по юридическому вопросу обратиться к психотерапевту. Как это может быть связано? Иногда напрямую. Твердые результаты с недвижимостью, очень быстрые, например, не продается квартира, как правило, одна-две работы и движение пошло. Точно так же с покупкой недвижимости. То есть, это очень такие вещи, которые можно потрогать прямо, да? А теперь к вашему вопросу разницы между коучингом и терапией. Принято говорить, что коучинг смотрит вперед, а терапия смотрит в прошлое. Глобально это так. Коучинг показывает движение, терапия, ну, можно так сказать, убирает заряды, которые не дают в это движение пойти. Я выбираю синтез. У меня есть образование коучинговое, но просто не ведущая в моей деятельности. Я все-таки терапевт, но в ряде запросов я добавляю коучинговые методы, особенно, когда мы работаем в грубовой терапии, там встроены коучинговые методы. Но движение вперед пойдет легче, если мы уберем те тормоза, которые не позволяли вперед двигаться. То есть, если есть какая-то большая причина, которая не позволяет человеку пойти в свое желаемое, то одними коучинговыми методами может быть достаточно сложно двинуться вперед, либо будет откат. Если мы смотрим комплексно, это как медицина и психосоматика, также психотерапия и коучинг. Если мы смотрим вместе, движение будет гораздо эффективнее, глубже и свободнее. то есть, в своей работе вы совмещаете это? В групповой работе, да, и в индивидуальном сопровождении. Когда ко мне приходят как терапевту и как расстановщику, и как трансперсональному терапевту, я работаю именно в терапии, в коучинг мы не идем. Ну, вот в одном из постов своих вы писали, что одинаково сложно перейти в лучшее и уйти от плохого. Вот интересный очень такой тезис. С чем вообще это связано? Вот как раз про лучшее мы сейчас и сказали, когда проговорили про коучинг и терапию. Как бы не прекрасна была цель, которая поставлена, если есть психологические заряды, если есть какие-то системные истории. Например, человек хочет создать свой бизнес, а у него в истории системной, куда он никогда не смотрел. Например, у дедушки был завод, и потом его раскулачили, всех убили. Создаст человек свой завод? Нет. потому что его бессознательное говорит, там убивают, не ходи туда. И он будет прикладывать много сил, он пройдет массу обучения, но на каком-то этапе оно будет срываться, оно будет не получаться. И тогда получается прийти к желаемому хорошему получается сложно, потому что сначала нужно посмотреть, а почему я не могу пройти? Что меня удерживает от этого хорошего? Может быть очень страшно оказаться в этом хорошем, потому что ты там настолько другой, чем твое окружение, что тебе придется менять отношения с близкими родственниками, у тебя с большой долей вероятности изменится круг друзей, с большой долей вероятности это то, что я регулярно встречаю в работе, те друзья, с которыми ты отдыхаешь сейчас, ездишь в отпуск так, как ездишь, перестанут ездить с тобой в отпуск, потому что твой формат отпуска станет им недоступен, а тебе уже не захочется иметь какой-то там, ну, прежний, так это назову корректно, да, прежний формат отпуска, и тогда получается вот этот переход в новое это всегда сепарация, это всегда разрыв связи. И здесь очень важный момент, мы ни в одно новое не можем пойти легко, если мы не сепарированы от родительской семьи, если мы не прошли базовую сепарацию от родителей, потому что первое наше выйти начинается там, где ребеночек родился, потом он пошел, потом он пошел в школу, потом он пошел учиться дальше, потом он пошел в свою жизнь, да, то есть вот эти вот шаги, они нарабатывают наш опыт идти в другое новое, и каждый переход в желаемое лучшее, это тоже переход в желаемое новое, будь там большая зарплата, будь то замужество, например, да, желаемая цель, или женитьба, ну туда может быть сложно пойти, потому что вообще вот этого опыта выходить нет, либо там так иначе, что я боюсь, что мне придется менять все прежнее, а я не готов, это слой, когда тяжело уйти в хорошее, а что же значит действительно тяжело уйти из плохого, что значит из плохого, это значит у нас какие-то очень тяжелые чувства связаны с тем, где мы находимся, это часто боль, вина, обида, стыд, требование какое-то, недополучение, надежда, что мы что-то все-таки получим, очень часто это все-таки действительно связано с родительской семьей, и кажется это так просто уйди из плохого, но один слой мы разобрали чуть ранее, что это базово слепляется с безопасностью, а другой слой вот как раз стыд, вина, обида, недовольство, недовольтворение, надежда, требования, это колоссально крепкие связи, если я не чувствую с кем-то значимым или с чем-то значимым для меня связь через уважение, благодарность, любовь, согласие, то я чувствую связь вот через эти сложные чувства, которые я сейчас назвала, и уйти отсюда значит прекратить и эту связь, и тогда нас не связывает больше ничего, и здесь как бы это ни было парадоксально, эта связь может быть настолько важна, что человек выбирает находиться в этой бесконечной боли, обиде, претензии, стыде, много чем, но не рвать эту связь, потому что я хоть так с тобою близок, а если я здесь оставлю и уйду вперед, я потеряю тебя совсем, и вот на это не все готовы, решение не в том, чтобы потерять, а решение в том, чтобы настроить новую связь, и уйти от претензий невозможно, это будет петля, которая постоянно возвращает, и это очень, знаете, наглядно, например, в сложных разводах, когда пара рассталась, на каком-нибудь там пике эмоций, и никогда, и ни за что, да, а если у них дети, да, и они постоянно вынуждены встречаться, решать какие-то вопросы, и компретензий просто растет, на самом деле связи становятся все больше и больше, а у тебя желаемое новое не получается, и решение в том, чтобы согласиться, что да, было как было, есть мой вклад в тебя, есть твой вклад в меня, есть что-то хорошее, даже если оно минимальное, есть некая благодарность этому хорошему, и есть отпускание, согласие с тем, что ничего больше я здесь не получу, и вот из этого можно уходить, да. Ну так же, наверное, как и с работой, да, очень часто люди не могут идти с работы, потому что, ну они уже понимают, что там они не могут, но и боятся перейти в новое, ну то есть вы тоже с этим помогаете. Да, переход в новую деятельность на самом деле происходит достаточно свободно, если решены нелинейные вопросы, нелинейные вопросы, то есть мы в работе увидим родителей, мы в работе увидим несложенную сепарацию, мы в работе увидим ожидания, признания и много чего еще, и мы в работе, вот в этой смене работы мы увидим страх перед неизвестностью, соответственно, страх взять ответственность за то, что я теперь взрослый, я теперь сам. То есть вот любой из перечисленных слоев может открыться, но если они получили движение, то переход на новую работу происходит легко и достаточно быстро. Мария, ну вы работаете с очень обширным спектром, то есть от детей до бизнеса, от панических атак, до работы с родом, как вам вообще это удается и как вы вот пришли к этому? я просто воспринимаю человека как одно целое. И вот в этом одном целом вот этот шар многомерный, в котором нельзя убрать работу и сказать, вот мы здесь поработаем, а все остальное само. Как только мы меняем один элемент системы, вся система приходит в движение. и если человек состоит из отношений с любимым человеком, отношений с семьей, с родителями, с детьми, с деятельностью, с хобби, с местом, в котором он живет, с городом, с улицей, с домом, с пространством, мы все сотканы из отношений, с определенным количеством денег, с тем, водит он машину или не водит. То есть все это формирует его как системную единицу, скажем так. И если мы вот из этого пазла убираем один кусочек и заменяем на новый, то у нас постепенно вся картина начнет меняться. И если мы внесли какое-то изменение в деятельность, то постепенно на это это изменение отразится на отношениях с деньгами, на отношениях с семьей, на отношениях со здоровьем, например. То есть получится либо больше денег для того, чтобы им заниматься, либо наоборот человек где-то совершенно отвернется от своего здоровья, и здоровье в какой-то момент просигналит. То есть когда мы смотрим целиком, то нет причины не шиваться, такое вот маркетинговое слово на сегодняшний день, потому что я просто работаю с человеком. Я работаю с человеком во всех сферах его проявления. И когда я вижу его целиком, вплоть до того, что человек может прийти с запросом по бизнесу, параллельно он где-то что-то скажет, пару слов про состояние здоровья, я пойду вниманием в то конкретно, что беспокоит его по здоровью, и интегрируя это с общим объемом знаний, пойму, как это связано с эмоциями, и как эмоции связаны с бизнесом в его конкретном случае, да, и как это связано вообще с макроуровнем, из которого мы состоим с уровнем пяти элементов, да, с тем, из чего мы все здесь сделаны, каждый элемент несет свою энергетику, я вижу целиком все, что он принес, и откуда я зайду в работу с тем запросом, с которым он пришел, и откуда будет на самом деле эффективно, вот может развернуться очень неожиданно и для меня, и для человека, который пришел, как сложится. Ну, а как вы вот к этому пришли, расскажите, сколько вы учились, и вы так рассказываете, как будто это вот с вами было всегда, но я знаю, что это тоже труд, и что вы очень много усилий приложили к тому, чтобы у вас был такой багаж знаний. Ну, глобально, я недавно поняла, что я непрерывно учусь с шести лет, то есть времени, когда бы я не училась, с того момента, как в шесть лет я пошла в музыкальную школу, больше не было, то есть у меня три базовых образования, и психология это просто то образование, которое я считаю незаконченным, потому что я не вижу точки, где оно может закончиться, и главный самый движок здесь, это интерес, то есть мне реально настолько интересно, что, ну, конечно, у меня есть психологический диплом, и, конечно, оно, ну, как бы завершено, но чем больше я работаю, тем больше пластов раскрывается в многомерности как раз человека, как, я даже не знаю, как назвать, как структура, наверное, и чем больше я развиваюсь в разных областях знаний, и тем более, когда в мою жизнь пришла йога, и принесла всю глубину йоги как направление, а не просто физического, ну, физических упражнений, вот это все как одни большие пазлы, большие и маленькие пазлы, начинают соединяться в то, что, по сути дела, изучая психологию, я изучаю законы мироустройства, мироздания, вот, на всех уровнях от материи до творца, и это, ну, это невероятно интересно, у меня нет других причин в это погружаться, потому что я не устаю удивляться, я, на самом деле, вот в этом знании каждый раз как ребенок, потому что, когда я прихожу в новое направление и вижу его глубину и красоту, а потом встраиваю его в уже существующие и понимаю, что все одно и оно как пазлы входит, вот, как будто бы оно никогда и не разделялось, но оно и не разделялось на самом деле, никогда это люди, да, разделили это на разные области знаний, а я сейчас просто иду в обратном порядке до единого целого, и обнаружение каждого нового слоя это вот, ну, прям искренний восторг, я очень люблю тем, то, чем я занимаюсь. Мария, огромное спасибо за очень интересное и познавательное интервью, смотрите, делитесь, ставьте лайки и до новых встреч, это был проект Well People.